Мы с вами продолжаем курс управления жизненным циклом ERP и ERP-2 систем. И сегодня мы с вами поговорим о моделях и уровнях внедрения корпоративных информационных систем. Для чего выполним обзор моделей разработки, V-моделей разработки через тестирование, метода дизайн-мышления, гибкой методологии GeoScrum и так далее. И начнем мы, конечно же, с типовых этапов внедрения корпоративных информационных систем, к которым относят этап подготовки, где технически и организационно готовится команда к старту проекта, этапу анализа, где идентифицируются требования, дальше этап проектирования, где проектируются требования с точки зрения подготовки проектных решений, документов спецификации, документов настроек. Дальше, на этапе реализации, разрабатывается и настраивается программный продукт, проводятся функционально-модульные испытания. Сквозное тестирование, интеграционное, системное, приемочное в формате непрерывного проводятся на этапе тестирования. Дальше, на этапе перехода к промышленной эксплуатации, выполняется продуктивная миграция данных, обучаются конечные пользователи, готовится техническая система, для того, чтобы на седьмом этапе запуститься в режиме промышленной эксплуатации, для чего оказывается гиперподдержка пользователям. Это типовые этапы, типовые семь этапов внедрения корпоративных информационных систем. Выделяют три базовые или три классические модели разработки информационных систем. К ним относят каскадную методологию, итерационную и спиралевидную. Каскадная модель чем представлена? Она выглядит следующим образом. Если взять те указанные семь этапов, построить их по диагонали слева направо и соединить стрелками, мы получаем каскадную методологию внедрения. В чем ее отличие? В том, что каждый текущий этап может быть начат только после того, как завершен предыдущий этап. Основные плюсы каскадной модели внедрения. Прозрачность сроков, работ. Основной минус. Отличие, то есть отсутствие контур-обратной связи. То есть, если ошибка будет допущена на этапе проектирования, вы о ней узнаете, скорее всего, только на этапе тестирования. То есть, минуя три этапа. Что очень поздно. Потому что какие-то кардинальные изменения на этапе тестирования вы же сделать не сможете. Только откорректируют такие наиболее критичные и дефекты, которые не требуют таких сильных изменений и усилий. Важно подчеркнуть то, что каскадная модель внедрения используется, когда внедряются ERP-системы с нуля. Преимущественно используется. То есть, сложные проекты, где нужно разработать и внедрить базис, преимущественно реализуются на основе каскадной модели. Потому что каскадная модель особенно восприимчива и требует неизменчивости требований. Требований бизнес-потребностей имеется в виду. Теперь, для того, чтобы снизить вот эту негативную особенность каскадной модели с точки зрения отсутствия контура обратной связи, была предложена итерационная модель, которая состоит в том, что каждый текущий этап вы можете прервать и вернуться к предыдущему или предыдущим подэтапам. То есть, если ошибка допущена на этапе проектирования, вы это выяснили на этапе реализации, вы всегда можете вернуться обратно и ее исправить. Это отличительная особенность итерационной модели внедрения. То есть, наличие контура обратной связи. При этом, с точки зрения планирования сроков, работ, количества итераций для разработки, здесь есть большой минус. Чтобы использовать и исправить этот минус, была предложена следующая модель, спиралевидная. Спиралевидная модель является неким частным случаем итерационной модели. Она состоит в том, что все то же самое, только делается особый акцент на формализации и определении критериев остановки разработки. То есть, смотрите, мы разработали по спирали одну версию программного продукта, вторую, третью. Вопрос, когда остановиться? В спиралевидной модели, вот этот процесс итеративной разработки, он более четко регламентирован. И сильный акцент здесь отводится к качественному анализу рисков с точки зрения необходимости дальнейшего продолжения всех спиралей разработки и внедрения. Это три классические модели внедрения. Каскадная, итерационная и спиралевидная. Есть небольшие их отличия, не отличия, а продолжения, о чем мы поговорим в следующих слайдах. Значит, теперь типовые риски и проблемы, которые выделяют для спиралевидной модели, на самом деле они относятся не только к спиралевидной модели, но и к итерационной, и к каскадной модели внедрения. Вот смотрите, здесь такие типовые риски, которые были сформулированы еще полвека назад, но они до сих пор актуальны. В частности, закладывание нейролистических сроков и бюджета проекта, дефицит человеческих ресурсов, человек может заболеть, уйти в отпуск, жениться, развестись, ему потребуется время и так далее, и так далее, то есть это риск актуален. Дальше смотрите, излишний перфекционизм, то есть доведение до идеала того, что на самом деле не нужно делать, непрекращающийся поток изменений, то есть требования все время меняются, 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 и не можно на чем-то остановиться. Дальше, нехватка информации и некачественная работа со стороны внешней стороны или системы, то есть когда мы интегрируемся с кем-то или в проект внедрения вывлечены третьи стороны. А также важный риск – это недостаточная производительность получаемой системы, что особенно актуально для проектов импортозамещения на текущий момент, потому что если мы импортозамещаем что-то, мы знали, как работала старая система, как она будет работать уже, то есть как будет работать новая система для старого бизнес-процесса, здесь могут возникнуть сложности. Как я уже сказал, эти риски актуальны не только для спирлевидной модели, но и для всех оставшихся моделей. Значит, теперь, какие базовые принципы заложены в итерационную спирлевидную модель? Это принципы итеративности, инкрементальность и эволюционность. Под итеративность что подразумевается? Мы программный продукт реализуем за несколько шагов, то есть не сразу, а по шагам. В рамках каждой, это принцип итеративности. Дальше, инкрементальность. Каждая итерация разработки добавляет все новый и новый функционал в систему. И в итоге на последней итерации разработки мы имеем полный функционал. Эволюционность. На каждом витке разработки мы получаем некий функциональный продукт. Его полнота и функциональность увеличиваются от итерации к итерации. То есть эволюционность или функциональность продукта она инкрементально увеличивается. Это те базовые принципы, которые заложены в итерационную спирлевидную модель. Теперь мы с вами сказали, что помимо трех базовых моделей внедрения и разработки существуют некие аппендиксы или унаследованные методы внедрения. Один из которых метод дизайн мышления. В чем его отличительная особенность? Он представлен этапами определения проблемы, фокусировки, генерации идей, прототипирования и так далее. Но суть в том, что он позволяет в своей основе разработчику и функциональному консультанту в мыслях быть помещенным на место пользователя, то есть заменить пользователя и ощутить все потребности пользователя и недостатки текущей системы для того, чтобы ее усовершенствовать. То есть метод дизайн мышления ориентирован на эмпатию. Для чего он применяется? Преимущественно для того, чтобы создать инновационный продукт, которого раньше не было. Поэтому с точки зрения внедрения ERP-системы, где базовый функционал известен, возможно, это не самый оптимальный метод для имплементации. Следующий метод как некое продолжение трех базовых моделей это V-модель разработки через тестирование. Хотя ее и называют как продолжение каскадной методологии, на самом деле это не каскадная методология. Это не методология внедрения, это некий такой принцип, на основе которого можно разработать качественный программный продукт. Почему? Потому что он ставит в соответствие требования, которые проявляются к программному продукту и те виды испытаний, которые проверят, насколько эти требования были реализованы. Ну, допустим, кодирование проверяется функциональным модульным тестированием. Функциональные требования пользователя проверяются системным тестированием. пользовательские требования интеграционным тестированием и бизнес-требования верхнего уровня приемничным тестированием за счет проведения сквозной цепочки документов. Поэтому ВИМ-модель разработки через тестирование это некое унаследование каскадной методологии, но это больше некий принцип, нежели методология. Теперь, вот у нас есть каскадная итерационная и спиралевидная модель разработки. Последние две итерационные спиралевидные называют многопроходными моделями. они относятся к гибкой методологии разработки Agile. То есть Agile это некая прикладная область или прикладная методология, которая максимально детализирует классические итерационные спиралевидные модели. Поэтому обратите внимание, итерационные модели какими прикладными методами могут быть представлены? Это Agile Scrum, Fitcher Drive and Development, то есть разработка на основе фич. Спиралевидная модель, чем может быть представлена, какими прикладными методами? Это Rapid Application Development, то есть быстрая разработка программ, и экстремальное программирование. То есть Agile это уже прикладная методология, которая расширяет, детализирует и приводит к такому же человечески понятийному образу мышления и действий в ходе проекта внедрения. Это уже от абстракции конкретным методологиям. Значит, в чем базис и основа гибкой модели разработки Agile? Она строится на 4 ценностях и 12 принципах, но вот чтобы прочувствовать вот эту вот особенность, Здесь достаточно смотреть 2 основных ценности методологии Agile. Первая основная ценность – рабочий продукт важнее документации, то есть разработка важнее проектирования. Вот здесь это имеется в виду. И вторая – готовность к изменениям и важное исследование, не важнее исследование начального плана. То есть мы готовы к изменениям, мы жаждем изменений. Таким образом, гибкая методология разработки Agile подразумевает то, что требования изменчивы, это допустимо, и под эти изменчивые требования сразу должен готовиться такой полуготовый программный продукт. В отличие от каскадной методологии, где требования фиксированы, где изначально мы делаем акцент на планирование, на проектирование и на следование четким планом. Здесь же все наоборот. Это особенность гибкой методологии разработки Agile. Теперь, если вы хотите на проекте использовать методологию Agile полноценно, вам придется трансформировать полностью проектную команду. Почему? Вот на примере метода Agile Scrum. Смотрите, для того, чтобы использовать этот метод, вы должны полностью перекроить содержание и ответственность всех членов проектной команды для того, чтобы уместиться в следующую модель работы. Все требования создаются и регистрируются, заносятся в backlog продукта. Владелец всех требований – это владелец продукта. То есть, пользователь со стороны заказчика. Специально выделенный человек. Дальше. Все требования из бэклога разбиваются по частям на спринты. То есть, каждый спринт – это некий набор требований, которые нужно реализовать. Каждый набор требований из спринтов планируется отдельно. То есть, группа требований подлежит планированию. Таким образом, на каждом витке разработки мы должны реализовать часть требований, которые занесены в бэклог спринта. Обычно продолжительность витка разработки, которая называется спринтом, включает в себя от одной до четырех недель. Что допускает, что требует также каждодневной встречи и обсуждения. Встречи и обсуждения лидируются скрам-мастером. В результате ежедневной встречи обсуждаются все насущные вопросы. Встречается вся проектная команда. Роли проектной команды тоже отличаются от классического понимания. Теперь, как только прошел спринт, допустим, одна-четыре недели, получился готовый продукт, выполняется обзор спринта. То есть, что было сделано, что получено. Дальше демонстрируется программный продукт, полуготовый заказчику. Получается обратная связь. Также проводится анализ плюсов-минусов, также областей для улучшения на ретроспективе. Вы видите то, что содержание и сам подход к организации проектной команды, он сильно отличается от функционального подхода и от матричного. Теперь, одна из особенностей использования метода Agile Scrum – это применение доски отслеживания, на которой четко указаны те требования, которые еще не реализованы, которые находятся в разработке, в тестировании и уже полностью готовы к использованию. То есть, переносу продуктив. Так вот, применение доски отслеживания, это помимо того, что используется в методе Agile Scrum, также используется и в другом методе, который называется Agile Kanban. Это не сколько методология внедрения, сколько методология по организации и планированию выполняемых работ. То есть, в данном случае также применяется вот эта доска отслеживания. Вы уже видите то, что у нас есть модели каскадные, итерационные спиралевидные, последние две представленные методологии Agile. Возникает вопрос, а какую из них в каком случае правильно использовать? В этом случае мы с вами говорим о матрице Stacy или матрице неопределенности. Обратите внимание, если по оси Х отложить технологическую неопределенность, а по оси Y бизнес-неопределенность, мы с вами сможем получить такую вот матрицу. Технологическая неопределенность – это непонятно, как реализовать требования, а бизнес-неопределенность – это непонятно, когда непонятно, а в чем суть требования, то есть, в чем оно заключается. Так вот, если у нас высока степень технологической неопределенности и бизнес-неопределенности, то преимущественно используется гибкая методология Agile, то есть методы итерационные и спиралевидные. Если требования четко сформулированы, то есть низкая степень бизнес-неопределенности и технологическая неопределенность также низка, то есть вы знаете, как технически это реализовать, то преимущественно используется каскадная методология. Поэтому если у вас на проекте четко сформулированы требования, и вы понимаете, как реализовать, так в принципе плюс-минус, поэтому применение гибких методологий здесь особо не дает выигрыш. Потому что как минимум придется полностью трансформировать проектную команду, перестроить лад, но выгода от этого, опять же, очень сомнительна. Значит, теперь в каких же проектах внедрения чаще всего используются методологии JavaScript с точки зрения имплементации ERP-систем. Ну, в первую очередь, это, конечно же, разработка программ, с точки зрения развития уже готового решения. То есть, вот, AgileScrime применяется не во внедрении с нуля, не в тиражировании, нет, к сожалению, а именно в проектах развития уже ранее внедренных программных продуктов. Там она имеет свою нишу. Во всех остальных случаях ее применение будет достаточно проблематичным. Теперь, смотрите, можем ли мы использовать определенные принципы методологии Agile в проектах внедрения на основе каскадной схемы? Да, можем. Такое допустимо. Но, важно также еще вот, чтобы подчеркнуть. Смотрите, сама идея применения многопроходных моделей, неважно, это Agile или не Agile, она может быть использована в проекте, да, и даже в тех проектах, в которых не требуется трансформация проектной команды. То есть, вы можете взять имеющуюся проектную команду, но в ней использовать принципы и подходы многопроходных моделей. Ну, в частности, обратите внимание, на рисунке слева что мы видим? Применение многопроходной модели в проектах развития уже существующих ERP систем. То есть, это не использование чистой Agile Scrum, а использование принципов Agile. Обратите внимание, как будет выстроен проект. То есть, идет сначала этап подготовки, потом этап анализа. Дальше в параллели могут идти одновременно такие фазы проекта, как проектирование, реализация и тестирование. После того, как эти параллельные процессы выполнены, то есть, этапы выполнены, мы выполняем переход, то есть, переносим все в продуктив и продуктивный запуск осуществляем. Это вот первая, считаете, итерация прошла. Вторая итерация точно так же. Вы в параллели можете ввести проектированную разработку тестирования. Как только протестировались, переносим все в продуктив. Ну, опять же, почему? Потому что это многопроходная модель. То есть, мы инкрементально реализуем часть программного продукта. И что здесь важно подчеркнуть, рисунок слева, это подразумевает под собой развитие существующей ERP-системы без необходимости трансформации проектной команды. То есть вы не пытаетесь здесь полностью реализовать GSCram, нет, вы просто используете принципы многопроходной модели. Рисунок справа более критичный и более важный по сравнению с предыдущим. Это использование многопроходных моделей в проектах внедрения ERP-систем с нуля и тиражирования. Мы здесь не говорим об Agile Scram, мы здесь говорим о использовании принципов многопроходных моделей, итерационной и спиралевидной. То есть почему вот этот рисунок важен? Потому что он показывает, каким образом, взяв из многопроходных моделей их преимущество, мы можем организовать проект. Смотрите, как будет выглядеть проект. Итак, подготовки, этапы анализа в среднем остаются такими же, как были ранее, классической каскадной модели. Одновременно могут вестись под этапы проектирования, разработки и модульного тестирования для независимых блоков, либо модулей системы. Вот видите, они все идут так, условно, независимо. Но для того, чтобы проверить, насколько решение работоспособно целиком и полностью, следующим этапом будет являться этап приемочного тестирования. То есть как бы рано, или как бы поздно, или параллельно, последовательно несли проработки отдельных модулей системы, все они в итоге суммируются приведением сквозного приемочного тестирования. После чего разработанный программный продукт переносится в продуктив и запускается как промышленная эксплуатация. И вот здесь важно подчеркнуть, что принципиальное отличие вот этих двух рисунков в том, что этап приемочного тестирования, он обобщает, суммирует и завершает все циклы разработок, которые могут вестись независимо. Это критическая особенность. И более того, вы здесь опять же видите, что мы не трансформируем проектную команду. Это важно. Так вот, как же можно суммировать применение однопроходных моделей и многопроходных? В первую очередь, мы с вами посмотрели матрицу стейси или матрицу неопределенности, которая четко разграничила, когда используются многопроходные модели, а когда используются каскадные модели. Это первое. Второе. Каскадные модели когда применяются? В первую очередь, это длительные проекты, которые представляют собой некий такой фундамент для информационной системы. То есть ERP-часть, акцент на ERP-часть. Дальше. Для однопроходных моделей или для каскадной модели важна жесткая и четкая фиксация требований. То есть мы предполагаем, что они неизменчивы. Доля изменения, может быть, или допускается в требованиях, она минимальна и в идеале сведена вообще к нулю должна быть. По сравнению с теми исходами заявленных, которые были описаны в техническом задании. Это применение однопроходных каскадных моделей. Многопроходная модель. Точно так же для того, чтобы понять, когда использовать эту модель, важны разные вариации. Либо полноценное применение agile подходов, которые требуют полную трансформацию команды. Либо использование принципов agile, которые не требуют трансформации проектной команды. В каком случае используют тогда многопроходные модели? В первую очередь, когда проект нужно реализовать в кратчайшие сроки, то есть получить быструю выгоду от программного продукта. То есть разработали часть, запустили в продукте, разработали другую, запустили. То есть акцент на скорости получения программного продукта. ERP проекты, это условно годовалые проекты. Можно ли годовалые проекты запустить побыстрее? Можно. Тогда придется использовать многопроходную модель. Это вот первая или даже вторая опция по применению данной модели. Первая опция это матрица стеси, как можно сказать. И третья опция. Часто меняющиеся требования. Они с второй и третьей пунктом очень сильно коррелируют между собой. Потому что часто меняющиеся требования требуют быстрой доработки программного продукта. И наоборот. То есть программный продукт быстро нужно доработать, когда требования также часто меняются. То есть и того, суммируя этот слайд, и суммируя свое понимание того, когда что использовать. Если требования часто меняются, если проект короткий по продолжительности, и вы хотите максимально быстро получить программный продукт, тогда скорее всего здесь вам подойдут гибкие методы по разработке программного продукта. То есть многопроходные модели, agile подходы и прочее. В противном случае это каскадная модель. Значит теперь. Проект внедрения ERP систем в среднем длится около года. Для того, чтобы сгруппировать все задачи по определенным параметрам, выделяют уровни внедрения. Существует четыре классических уровня внедрения корпоративных информационных систем, к которым относят бизнес-процессы, приложения, данные и техника. Мы дополняем эту модель согласно теории корпоративных информационных систем и вносим два дополнительных уровня. Уровень управления проектами и уровень управления изменениями. Важно подчеркнуть, что на каждой из этих уровней выделена отдельная команда, которая решает свои отдельные задачи, которые воедино решают цели и задачи всего проекта. Обратите внимание, уровень проекта какую основную задачу решает. В первую очередь уровень проекта представлен PMO командой, то есть команда по управлению проектом. Основная задача соблюдения изначально заявленных сроков, содержания и бюджета проекта. Уровень процесса – это бизнес-консультанты, которые моделируют бизнес-процессы в различных графических нотациях, в моделях из ИС и ТУБИ. Стараются оптимизировать бизнес-процессы. Отдельно выделена команда. Уровень приложения – это функциональные консультанты, которые знают программные продукты. Это разработчики, которые дорабатывают программный продукт под потребности заказчика. Акцент на уровне приложения – это в качестве программного продукта. Уровень данных – это своевременная и качественная миграция исторических данных из старой системы в новую систему. Уровень изменений – команда по изменениям. Чем она занимается? Она делает все то, что позволяет внедренному ERP-продукту прижиться в работе компании. Обучение, семинары, мотивация, тестирование и прочие активности, в том числе бизнес-катур, которые позволяют ERP использовать полноценно в БАО-процессах работы компании. Техническая инфраструктура – это подготовленная техническая среда для того, чтобы в ней жили процессы, приложения, данные. Все это прижилось с точки зрения изменений, и все это будет оформлено как отдельный продукт. Что важно подчеркнуть? То, что уровень проекта фактически существует всегда, а вот содержанием проекта могут быть представлены все оставшиеся уровни. Допустим, уровень бизнес-процессов может присутствовать, а может отсутствовать. Уровень приложения преимущественно бывает в ERP-проектах и так далее. То есть уровень управления проектами – он обязательный. Все остальное будет представлять собой содержание проекта. Поэтому содержание может быть разным. То есть какой-то из этих уровней может отсутствовать. А какие-то могут присутствовать. Это уже все будет зависеть, конечно же, от контекста конкретного проекта, в котором вы участвуете.